Стреляющий кинжал. Американский подарок Сталину. Сталину делали, конечно, много подарков. Многие из них являются настоящими произведениями искусства. В Музее современной истории России, например, имеется комбинированный кинжал плюс пистолет, хотя правильнее было бы, наверное, называть стреляющим устройством. Сразу вспоминается НРС, но в отличие от него сталинский кинжал имеет не один, а четыре патрона. Согласно надписям, нанесенным на оружие, подарок был изготовлен американскими мастерами Мейерсом и Канпаном Майес энд Джим Канпана из Лос-Анджелеса. Также обозначена дата 1 мая 1944 года. Замечу, что в электронной коллекции сайта музея указан 1949 год, скорее всего просто ошибка. А может там просто указана дата вручения вождю? В таком случае, конечно, страна, разница в 5 лет, если кто в курсе, просветите все же. Во всяком случае, подробной информации о самом факте передачи подарка Сталину информации как-то не нашлось. Надписи и изображения на кинжале вообще заслуживают особого внимания. На пламенеющем клинке с одной стороны изображен портрет Ленина. Под ним лозунг «Смерть фашистским захватчикам». С указанием фамилии Иосифа Виссарионовича. На другой стороне красуется герб Советского Союза. Причем, изображен он неправильно. Гарда кинжала совмещена с четырьмя стволами. При стрельбе они остаются неподвижными, а вот рукоять, в которой находится ударно-спусковой механизм, поворачивается. Клинок имеет резьбу и вкручивается в гарду, выстрел происходит с его стороны. Причем механизм устроен таким образом, что после снаряжения стволов патронами остается только повернуть рукоять для производства выстрела, так как предохранитель отсутствует. При повороте ударник сперва взводится, а потом бьет по капсюлю. Дистанция выстрела, понятное дело, должна быть небольшой.